Итак, мысль достаточно простая, взять один колочек, два, у нас их четыре в комплекте, и наклеив на него полосу шлифовальной бумаги, соорудить нечто вроде разводки. Сейчас на крюльку суперклея это посадим, все что потом всегда можно очистить. Ну, пошла, пошла же, крюлья мои пальцы, но что не сделаешь ради искусства. Так, теперь подклеилась, очень даже хорошо. Так, ну вот, я думаю, что уже настает момент истины. Вот это отверстие у нас предварительно. На перенечко. Пойдем. Это уже можно. На том, на секунду. Рука, лыбка, продвигается. Шкурчик, наверное, только 120-м надо взять. В принципе, можно одним крюльком пожертвовать, отперепивая его ручку, не зажать перенем, пока на самых-самых маленьких оборотах, потому что шкурка будет быстро нагреваться. А суперклея горящая, это страшный белок. Это немножко химическая вода. Да, с более крупной шкурочкой будет работать. Замечательно. Ну, собственно говоря, вот. Получается хорошо пригненный промысл. Можно сказать, что проблема решена. В принципе, мы можем попробовать и во сне, или в иконах, а что будет не так хорошо пригнан, да, зато намного быстрее. В общем, а 8-мм стерва тоже можно. Вот такую методу я могу предложить. Комбинация из конического напивника и колка со шкуркой, либо просто более толстого сверла и опять-таки колка со шкуркой. Остались последние пары штрихов. Это немножко доработать смычок, а именно нам нужно сделать здесь направляющие для того, чтобы волос ровно лег. Для этого отступая где-то миллиметр от края, запиливаем. Раз. Два. Нам надо сделать здесь такую небольшую ложбинку. Серединочки еще и можно будет ножичком выбрать. бережем руки. Раз. Вот у нас появился ложбинчик, который благополучно будет лежать на волос. С этой стороны не обязательно. И нам нужно сделать дужку. У нас остался квадратик 10х10. Мы его радостно обстругиваем до где-то кружочка цилиндрика диаметром миллиметров 6-7 и потом отрезаем с небольшим запасом где-нибудь 31 миллиметр мы потом подгоним, чтобы оно хорошо держалось между двумя деками. Здесь хочу заметить, что если будете делать резонаторные отверстия какой-нибудь своей причудливой формы, рассчитывайте, что когда эта самая дужка у вас будет уронена, она будет уронена, вы могли ее через эти отверстия свободно не трясти. И отпиливаем. Ну вот, теперь по сути нам осталась только сборка. Настало время финальной сборки. Для начала мы поставим изготовленную дужку. Без специального инструмента можно ее поставить вот таким вот образом. Берем, приматываем ее малярной лентой к какому-нибудь стерженьку, например, к карандашу. Так, буквально половина и виточка. С тем, чтобы она была торчала за его край. И в то резонаторное отверстие, которое будет у самой тонкой струны посерединке вставляем. Видим, что не вылезает. Берем наждачку. Если капсу вставляем, здесь главное не перестараться, чтобы она не проваливалась свободно, с некоторым небольшим натягом заходила. но совсем маленьким, потому что потом она прижнется струнными. Примеряем снова. Еще немножко надо. Отпустили. Да что ты говоришь? Помощников полон дом. Я знаю, что спать уже надо как пикоте. Искусство требует жертв, не только от людей. Ну вот. Загнали. Выдергиваем. шумолярную ленту. А теперь каким-либо сейчас пока вот так торчит. Каким-либо инструментом ее загоняем примерно на сантиметр вглубь. Судя за тем, чтобы она была по возможности вертикальна. Попробуем тем же самым карандашом. Размеру у нас у нее достаточно, чтобы она свободно заходила. поэтому если она сейчас упадет, то ничего страшного не приключится. Мы ее вытрясем, пробуемся немножко и поставим снова. Ну вот она теперь там во глубине находится. Итак, пушка у нас стоит. Теперь струнодержатель. Струнодержатель будет крепиться на элитарную пуговицу. при помощи веревочки. Такую веревочку я обычно покупаю в сети Леонордо. Называется это, кажется, шнур плетеный сколько-то миллиметров. Не помню, но я на экранчик выведу. Примерно вот такой кусочек нам понадобится, чтобы загнать его в отверстие. Вот я взял кусочек толстей лески, согнутый пополам. Можно взять канцелярскую степку. Из нее сделать такой вдеватель. Вдеваем в одно отверстие, вбиваем во второе. Вот эти два конца у нас пойдут вниз, а этот мы вытягиваем, потому что он тоже будет держать саза самую гитарную пуговицу. Теперь уже можно смело отрезать. концы. Продеваем здесь вот так крест-накрест, чтобы было симпатишно. теперь мы примеряем. Хорошенечко это натягиваем. Будет слишком далеко, еще немножко сюда. Вот так. Раз. и вот здесь делаем двойной узел. Двойной в смысле, что мы сложенные вдвойне концы завязываем в один узел простой, но продеваем в него их два раза. Один раз и два раза в одну и ту же петельку. дальше затягиваем. Это абсолютно надежно. ну и кстати говоря, вполне такой развезучий. Если промахнулись. Вот. Хорошо. Теперь поставим струны. Начинать удобнее со-средний со-средний. Вот она у меня приготовлена. Как делать, как рассчитывать и как делать струны, у меня на канале там ролики есть. Ну, теперь при помощи такого же инструмента, продеваем сложный пополам вот это наша струна. Продеваем через отверстие. Продели. Ну, дальше ее в эту образовавшуюся петлю одеваем. Образуется благополучно скользящий узел. Вот она надежно у нас закреплена. Надели струнодержатель. Дальше разглаживаем ее пальцем вот так, чтобы перестало под ними пощелкивать от переплетающихся нитей. И потихонечку скручиваем. Скручивать, как я ранее говорил, надо вот так вот частями. Не вот так за конец, иначе будет очень неравномерно продолжать разглаживать. Добрались до колка. Дальше кладем в прорезь нашу струну. Отводим несколько назад. И вот струны струны подтянули. Еще раз прорезь подтянули, круто ноли. струны. вот праздник первой струны. Ну вот струны стоят. Теперь осталось вот в эти прорези в колках поставить деревянные маленькие распорочки. У нас еще будут кусочки спички, чтобы когда мы будем их в этом отношении не очень прочно. Они все-таки рассчитаны на то, чтобы стоять с двух сторон, опираясь на колковую коробку скрипки. и прорези в них конечно быть не должно. Но если вставить кусочек спички, то это совершенно его обезопасит. Это будет второй точкой опоры. Просто шкурочкой доводим до нужной толщины, чтобы она туда относительно свободно входила. Прорези надо делать разной ширины, соответственно под разные струны потопщины. Отпустили, просто обломили. Теперь второй. Зачистили кончик. И опять его утончаем. Ну и так все три. Теперь ставим подставку. Сначала нам нужно здесь сделать небольшие зарубочки под струны. Ставим там, где она будет примерно стоять. Отмечаем. Вообще это удобнее делать напильником. подставим. поскольку мы лишним инструментом не пользуемся, можно это сделать просто ножиком. Или тем же полотном. Ставим ее там, где должна быть наша душка. Можем натягивать струны. При первичном натягивании придерживаем ее, иначе она так будет перекашиваться и со страшенным грохотом упадет. концы струн свободные ножничками обрезаем. Не забываем постоянно вертикальности добавлять. Послушать нам пока звук не удастся, потому что для этого нам надо еще изготовить смычок. Теперь будем собирать смычок. Берем волос и пытаемся пропихнуть его в проделанные нами отверстия. правда боюсь, что будет маловато, но может быть справимся. вот так показалось. Теперь здесь делаем аналогичный двойной узелок. Так два раза продеваем. Это в принципе здесь достаточно. И одного у него конец хорошо заделан. затягиваем. Один волосок по обыкновению никак и ни один не хочет одеваться, но мы их поймаем. конец можно закрепить капелькой суперклея. суперклея. закрепил. Теперь следующим этапом мы волос намочим и мы будем расчесывать. чешем, чешем. теперь уберем и начинаем уже пальцами разглаживать в будущую ленточку. опять-таки прислушиваемся, чтобы под ногтями не щелкало. Как щелкать перестанет, значит они все более-менее параллельно идут. Практически идеально. теперь берем и кончик перехватываем малярной лентой. Готово. Теперь нам нужно завязать узел таким образом, чтобы он оказался напротив этой прорези. но тут методом как бы проб и ошибок если что он достаточно скользкий и всегда можно переиграть. Делаем точно так же вот два литочка. Раз продел два продел и начинаем пробовать завязывать. Подгоняю узелок с тем, чтобы он был где-то как-то напротив нашей прорези. подпираем подпираем в стул и вдеваем в эту самую небольшую прорезь наш волос. Напрягаем Вот он делся Раз Теперь это местечко Сразу пока не ослабло Закрепляем опять-таки Суперклеем Раз С этой стороны два Ну вот как бы готово Ну дальше Обрываем Посеченные Оборвавшиеся волости Их всегда достаточно много оказывается Но это уже Не так важно Следующий этап Нам нужно Этот наш волос наканифорить Первоначальное наканифорение Оно Всегда является достаточно неприятной Долгой процедурой Я-то обычно для этого Хотя это неправильно Пользуюсь Спирт-канифори Ее можно либо сном Приготовить Или купить В магазинах Для пайки Вот А Просто честно Канифори натирать Конечно Это долго Сейчас Я ее к сожалению Забыл Принести Поэтому посмотрим Удастся ли нам При помощи Водки Проделать Хватит ли крепость Не знаю Сейчас Протрем Водкой Попробуем Проведем Канифорию По Водочной Так сказать Поверхности Такое ощущение Что водкой Не получается Да нет Вроде становится липкой Со спиртиком Будет Совсем Хорошо Ну вот Водка помогла Достаточно быстро Наканифорить Смычок Первые звуки Правда Наверное Будут Завтра Потому что Особенно С учетом Моих Испанских Способностей Соседи Будут Сильно Недовольны Так вот Что я хотел Сказать В заключении Ну первое Здесь Корпус сделан Достаточно Большим Если вы хотите Чтобы Игровое окно Стало больше Здесь Возможно Дотянуться До Октавы Вот Тогда Можно смело Изменить Пропорции То есть Сделать Корпус покороче Соответственно Игровое окно Побольше Сейчас здесь Стоят струны Под Альтовый строй То есть До малый Соль малый И до первой Но С таким резонатором Более менее Престойно будет звучать И От Ля большой октавы Ну соответственно Ми малый И Ля малый Дальше Я Выведу Таблицы Со списком Всех Материалов Которые Были Использованы В результате И инструментов Ну вот Пожалуй Что и Все Конец И делал Материалов 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 Субтитры создавал DimaTorzok